ну чего и следовало ожидать там походу какой-то ремонт идет ремонт не слабенький потому что он огромная пробочка где-то два два с половиной километра там впереди получается светофор он собирает эту пробку потом маленький туннель еще один светофор в общем здесь тоже времени надо будет сейчас провести туристы поехали как не было туристов так здесь было поспокойней ну в принципе ладно главное что не стоим главное что едем по чуть-чуть по чуть-чуть но продергиваемся это уже хорошо медленно но верно добрался до первого светофора сколько времени на это ушло наверно минут 30 вот там где моргает это светофор тут полоса пошла вниз туда на националку на какую-то ей всегда зеленый горит а нам вот в этот туннель надо будет вперед уйти и там он небольшой но за ним будет еще один светофор и там уже из двух полос съедемся в одну блин красиво так он водопадик даже видно нет небольшой совсем но все таки и там мы съедемся в одну уже полосу и вскочим длинный этот 17 километровый туннель ничего успею я проскочить на зеленый нет нет остаюсь ну вот он впереди видно да светофор крайне до туннеля и дальше уже будем вскакивать в туннель вот там идет съезд по двух полос и там уже вскакиваем в туннель там одна колеечка впереди я думаю следующий зеленый уже мой и все впереди ремонт после туннеля но я думаю там уже будем ехать подбираюсь к италии уже остается где-то 30 километров мне до границы вроде все скользкие моментики где мог застрять проехал сейчас таможня оформится и все и влетаю в италию ну погодка уже конечно тоже до поменялась уже не 16 уже 28 29 чувствую скачу с этих горок туда ближе к милану будет 30 . но если все нормально сегодня обскакать милан ну и куда-нибудь поближе к турину подъехать может быть даже в сам турин вперед и там уже остаться 4 часа 20 минут пишет 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 мне навигатор но без паузы я не доеду соответственно это еще 45 минут это уже 5 а не нет смысла уже сегодня никуда ехать да я думаю максимально близко и стану наверно так ну вот мы подъезжаем к итальянскому швейцария италия переходу здесь надо смотреть если идешь гружен и ну я поскольку у меня транзит то я понятное дело гружен и то там вот сейчас впереди будут знаки мне надо держаться правее вот знаки легковые легковые и пустые грузовые и груженые вот то есть гружен и я ухожу сюда направо если пустой но была выгрузка здесь то можно просто по прямой фигашить и все там просто под навесом отмечаешь дороги оплату и все и едешь но поскольку у меня транзит и транзит гружен и то я иду вот сюда вот по значку направо по значку направо кстати есть пустых там даже собралась колейка вон из пустых собралась колейка а вот это мне сюда вот надо вот здесь вот мне надо оформляться ну не так-то и много машинок а навстречные вон стоят колбаски такие из машин это это выезжающие из италии заезжающие в швейцарию и сразу поверните налево сейчас вот здесь вот заедем припаркуемся приближаемся к пограничному переходу поверните налево чего там есть вон места есть поближе чтобы много не ходить да туда и поеду италия 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 жаркая безвоздушная италия дышать вообще нечем хотя температура всего 29 но блин как-то мне даже не люблю германию но как-то мне даже вот понравилась эта неделя в германии когда я туда заехал в четверг наверное от был там выходные и вот сейчас только назад впереди милан ну как впереди он чуть-чуть левее останется уйду на объездную и в сторону турина 140 километров что пишет до выгрузки но это уже после пяти я думаю нет смысла туда даже ехать вот сейчас еду размышляю как быть встать встать на заправке там заправочка будет по дороге машин на пять или или заехать на промку там где мы грузимся но буду ехать буду думать в общем проблема со стоянкой решилась сама собой ух ты бля пока звонил менеджер звонила сказала что меня ждут на первой выгрузке времени рабочего еще валом общего тоже интересно что уже по местному пять я думал они уже будут закрыты но нет работают работают хорошо мне же лучше сейчас выгружусь и поеду в сторону второй там уже точно где нибудь встану хотя еще даже не смотрел где она вот это вот наверно весы были даже такой квадрат заасфальтированный ну вот как то так сейчас вот здесь вот налево боковая выгрузка и опять на выезд и все и я свободен на сегодня в общем все на сегодня выгрузился а это следующие выгрузки 13 километров было но проблема в том что там по тем 13 километрам больше 10 километров стояла пробка и ни одного паркинга либо ехать вперед искать паркинг потом разворачиваться непонятно как в конечном итоге приехал на свое любимое Тальмондо вот так как мне здесь завтра с ними после выгрузки работать я думаю ничего страшного если я у них здесь и переночую стал под фирму неплохое местечко есть я как-то стоял здесь пару раз и выезжать потом на выгрузке отсюда тоже удобно не надо крутиться искать какие-то развороты на автобанах вот единственное конечно да что здесь такая парковка что солнце прямо в лоб но я тут стою один поэтому могу спокойненько завестись и тарахтеть и никому не мешать вот и Тальмондо на котором я периодически гружусь стал с краешку здесь никого нету тут площадка большая тут набивается иногда много машин они катаются я им не мешаю тут место тихое там получается эта улица она тупиковая там только китайцы какие-то живут ну в смысле живут у них фирма и буквально еще парочку ну туда фуры даже и не ходят если честно но я не видел во всяком случае вот а здесь ну и Тальмондовские сегодня не пятница сегодня среда я думаю они еще часик-два и закончат тоже мне сильно мешать не будут доброе утро четверг четвертый день третьей недели приехал на выгрузку выгрузка тоже как бы в городе потом буду выезжать может запишу неудобно было вот заехал что-то мне сказали куда-то едь где-то поверни но впереди на территории вон светофор for heavy trucks only стоп вот в общем остановился жду зеленый там вон камера у них наверное следит ну посмотрим как долго это продлится полчасика посижу потом пойду ругаться ну видимо только открылись все еще на работу идут ладно стоим ждем ну вот она вторая выгрузка прямо возле автобана но заехать конечно было весело вот они эти ящики блин шесть с половиной тонн получается стоят на последних двух осях вот здесь все было пусто пока сюда доехал и начинается где-то вот только на районе баков там стоит груз и все ехать было очень весело рулем практически нельзя было крутить вообще вон заставили за разы две стороны открыть долбаных 14 ящиков выгрузить 5 рядов надо им еще две стороны а там ремни висят пришлось ремни снимать короче как-то так вот стою жду где они делись а вот то что у меня осталось два ряда вот этих вот пустых коробок тут ну тонна где-то то есть тонна на ведущей оси и шесть тонн на заднице ну сами представляете как было ехать по кольцам короче стою стою жду полезу в кабину пускай выгружают тут им моя помощь не нужна что-то ходят все ходят документы отдали и ничего не делают ладно посмотрел последнюю третью выгрузку блин там получается сколько четыре палета пять пять палет я там был уже там такая националочка длинненькая националочка интересная националка мне нравится и там есть достать удобное место о похоже приехал погрузчик сейчас будет выгружать похоже нормальный грузчик попался выгружает сначала одну сторону причем ту где ремни висели сейчас наверное выгрузит пойду соберу пока будет выгружать левую сторону соберу правую спешить особо некуда но пойду заниматься что сидеть без толку блин и вот так вот у них вся фирма все узенько все в притирочку вот здесь забор здесь забор въехать в этот туннельчик ровненько вот прицеп идет по отбойничкам вот прямо ровненько ровненько вон ворота на выезд вот здесь поворот он плавный конечно но из него же надо блин что там веревка надо дергать за веревку чтобы дверь открылась или что вот опять вот здесь надо жаться головой а там прицеп идет прям по пластмассовым ящикам короче вот так вот у них все узенько я так понимаю да наверное эту веревку надо жмякать чтобы открылись ворота или тут видео сейчас почитаем ну да слушай надо было нажимать дергать за веревочку дверь открылась прям как в сказке ну вот это Италия блин вот это Италия вот ты же мне вот вообще своей здесь жопой вот вообще мешаешь мне все все пофигу пожалуйста припарковался как так и надо ай блин ладно вот короче уезжаю на городские улицы вот тут вот город и вот тут вот город вот туда я заезжал прямо 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 в общем третья выгрузка готова кое-как доехал до нее есть нормальная дорога сюда я здесь уже был но мой навигатор сегодня решил показать мне что есть еще дороги хотя я бы их больше назвал направлениями чем дорогами но главное доехал 40 километров по непонятно каким дорогам ну все выгрузился блин паузу надо стоять меня выгрузили мне еще 15 минут желательно было бы где-то постоять ладно выкачусь тут у них хорошее место есть тут у них вот хорошее место прямо за забором вдоль автобана можно встать вот кстати выгрузка сбоку здесь чисто выгружают у них и рам поесть вот тут но такая глубокая что я не хочу на нее заезжать блин и молотки не поставил ладно как есть так есть короче сейчас выберусь и буду ждать загрузку вот так вот выглядит эта промочка в принципе если бы вчера эта загрузка была вторая я бы наверное сюда поехал здесь бы ночевал тут поле какое-то получается за спиной фирма где выгружался тут какие-то фирмы а здесь кусочек никому не нужный никому не нужный кусочек в общем отстоял отстоял на выгрузке 3 часа так в итоге ничего на сегодня не нашлось завтра все приехал вот завтра получается 3 загрузки выгрузка и там уже будет загрузка на германию приехал на первую сходил спросил 6.30 начинают работать блин тут вот есть конечно парковка но тут их легкоушки все заставлено их легкоушками вот не знаю что делать развернуться солнце в кабину будет так стоять завтра с утра развернуться и как тут с их легкоушками наедут не наедут место конечно сейчас покажу так себе вот такое вот местечко та дорога закрыта через газон которая вот здесь дорога но она никуда особо не идет там впереди зона индустриале но вот здесь вот парковка вот не знаю стоять здесь вот завод вот завод где мне грузиться вот завод где мне грузиться да вот стоянка не могу понять откуда солнце вроде как сбоку поехать покататься потом сюда вернуться посмотрю поеду посмотрю что тут еще с местами если что потом вернусь обратно там вот впереди есть какая-то стояночка ну там по гугл картам смотрю одни прицепы стоят поеду гляну вот так вот замечательно припарковались машинки кстати вчера остановился здесь вообще все было пусто дорога кстати как и говорил спокойная вечером в принципе носились тут машины думал капец неудобное место выбрал кстати да покатался по этой промке было неплохое место но но оно было очень 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 безлюдное и что-то я как-то побоялся там ночевать переехал все-таки сюда к загрузке вот домик там вот охрана вот туда мне сейчас надо будет заскочить вот переехал все-таки к загрузке здесь фонари здесь охрана какая да никакая ну и по этой дороге носились машины часов до 6 до 7 вечера я уже думал что зря сюда приехал а потом в итоге все как-то так успокоилось успокоилось и вообще тихенько стало ну что пошли смотреть машину по кругу блин левым баком на улицу стоял не люблю так стоять но в принципе ладно вроде с этой стороны все нормально надо выезжать пока тут место на целую машину надо выезжать пока никто не подъехал не занял сдать чуть назад в будку не полезу если что взяли пускай с этой стороны у нас чего с этой стороны тоже все ровненько запаски все на месте все на месте так 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 опускал подушки что-то не знаю эти мэрсы эти сильно задраны или что как там резиночка моя до сих пор держат провода не падают Ну здесь место Ладно Расшторился уже блин такая погодка классненькая прохладненькая еще бы спал да спал но надо работать блин не посмотрел следующая загрузка я знаю где или нет аааааа блин ёкарной бабай вот стоял же рядом что было не сходить ну машин на стоянке у них здесь море думал работают Фиг там ночевал, блин. Вчера главный охранник сказала. Загрузка начинается с 6.30. Окей. Приехал. Сколько сейчас время? 6.31. Приезжаю. Да, да, хорошо, хорошо. Сейчас позвоню. Съездил, развернулся. Тут заезд с той стороны, где я стоял. Неудобно, слишком резкий. Съездил, развернулся. Подъехал к воротам. Все закрыто. Чего закрыто? Вроде 6.30. Ладно. Постоял, никто не открывает. Пошел спросить. Сейчас позвоню. Позвонил куда-то. Приезжай к 8. Да, еперный ты, театр. Я бы спал как человек еще час как минимум, так точно. А то и больше. В итоге оттуда уехал. Туда я уже не защемлюсь. Там легковушками все заставлено. Сейчас покажу, как стою. Вот так вот вдоль дороги, перекрыв почти полосу, он мне сам показал. Говорит, становись туда. Вот здесь стоять нельзя. Здесь, типа, для легковушек, для работников место. Подъехал сюда на обочину. Тут лужа какая-то. Хотел туда поближе стать. Ну, ну его нафиг. Что-то вляпался в эту лужу. Стал назад сдавать. Она буксует. Асфальт этот крошится. Я хотел больше сдвинуться с дороги. В итоге вон и грязи тут им навозюкал. О, пока стою. Жду. Наблюдаю. Подъем воздушного шара. Вау, горелка такая там фиг гашит. Попробую. Вон. Пытаются взлететь. Что-то он садится вниз. Давай, 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 нажимай. И не спится же вот кому-то, слушай, в такую рань. Обалденная рампа такая вот. В притирочку. Еще и с наклоном вниз. Но это ладно. Здесь поручень. Вот кто придумал поручень с этой стороны? Вот как так-то, а? Вот открываем дверь. Поручень. Краска вообще вся содрана. Открываем дверь. И вот такой вот тоненький пролет. И вот в него мне надо сейчас залезть. То есть выглядит это вот так. Вот такая вот дырочка. Так это ладно. Я еще не самый толстый водитель. И то я чуть пролез. А бывают же, ребята, нормальные комплекции. Я не представляю, как здесь выходить из машины. Все, первая загрузка из двух. Надо выкатиться. Сейчас воздух еще накачать. Вон она не хочет подниматься пока. Что у нас тут с воздухом? Пока нету. Все, поднялась. Ну, поехали. Вторая загрузка на сегодня. Блин, не снимал. Там такая националка была. С таким серпантином. Но назад уже туда не поеду. Посмотрел немножко тут другую дорогу. Там бочка выгружается. Я за ней. Вот такая вот красота. Сзади. Норд Сальса. Ягуарчик стоит, наверное, владельца. Вот на этом вот пятачке сейчас разворачивался. Пришлось, конечно, покрутиться. С учетом того, что уже 6 тонн в машине лежит. Ну, благо, они лежат впереди. Поэтому все нормально. Пятница. Продолжение. В общем, собрал я эти две загрузки. Привез сюда на фирму, где ночевал. Прошлой, позапрошлой ночью. Отстоял 4 часа. Вот только загрузили. Обычно здесь можно было на рампе стоять. Спросил. Что-то он как-то так скривился. Типа, ну да, ну да, но нет, ну да, ну нет. Короче, я так и не понял, можно или нельзя. Сейчас пойду схожу туда, где я стоял. Если там места есть, поеду туда. 4 часа отстоял. Пошли покажу, как загрузили. Три загрузки. Три выгрузки. Получается. Вот здесь вот три ряда таких коробок. Но они все три ряда 600 килограмм. Они легкие, вязать их не буду. Потом идет 24,5 тонны вот таких вот ящиков. Они невысокие, в принципе. Ну, сами видите, да, где-то до колена. Их сейчас увяжу. Уже вон ремни попрокинул. Замки подготовил. Но самый прикол. В принципе, вот для этой фирмы это очень-очень-очень хорошая загрузка. Но самый прикол это то вот в конце. Сейчас вот покажу. Вот так. Вот. Один палет это вторая выгрузка. А третий этот палет это вот от той выгрузки. Вот от той. То есть я выгружу первым делом вот эти ящики. Потом я выгружу вот тот один палет. И этот один палет у меня останется стоять сзади. Надо будет на выгрузке попросить, чтобы его подкинули вперед. Вот. Буду вязать все, кроме вот этого. Вот этот вязать не буду. Он стоит между стойками и между двух увязанных. Поэтому, в принципе, его вязать не буду. И такой же вот там вот на той стойке также стоит. Тоже вязать не буду. Вон еще замков куча. Определю их, наверное, в ящик. Потому что загрузили, стоит все до самого-самого конца. Ну, посмотрю, если там место осталось. Может, там оставлю. Все, начинаю вязаться. Дальше буду смотреть, что делать. Привет, привет. Суббота. Шестой день третьей недели. Двадцатый, наверное, день каденции. Вчера что-то увязался. Побежал в душ и забыл уже дальше что-то там записать. Вот, так что. Сегодня с утра открыл смену. Последним уезжал с рампы. Ночевал прямо там на рампе. Последним убегал с рампы. Никого уже не осталось. Все раньше уехали. Прискакал во Осту. Впереди Монблан. 10-15 километров. И Франция. Вот, Италия сейчас закрывается. Ехать никуда нельзя будет. Впереди Франция уже закрылась. Монблан тоже закрыт для грузовых уже по времени. Решил в этот раз попробовать не на стояночке стать. А недалеко от стоянки в Промке. Сейчас покажу. Вот такая вот Промочка. Тут вот магазин продуктовый. Ну, я его показывал, наверное. Там основная парковка для легковых с той стороны за ним. Сейчас я еще выйду. Вот, стою, получается, вдоль дороги. Вот, итальянец приехал. Ну, не знаю, насколько там итальянец за рулем. Тоже припарковался. Чем удобно место, что вот там за дверью чистая уборная. В отличие от той, что на стоянке, где куча проезжающих машин, плюс куча водителей. Вот. До магазина недалеко. И до прачечной, кстати. Вот, надо еще постираться сегодня. Раз уже сюда приехал. Здесь хорошая прачечная. Надо сходить постираться. Накопилось уже за три недели барахла. И вот так вот красиво. Вот такой вот вид у меня будет. Выходные на горы. Там вот даже, не знаю, видно нет. Сейчас попробую. Вон есть водопад. Вот так вот в Италии сползал в магазин. Сильно брать ничего не хотел, но по итогу 4 пачки мороженого. Белый шоколад с фисташками. Это что, нектарин, наверное, бананы. Набрал семечек. Три пачки соленых, три пачки не соленых. Они, их просто тяжело найти в Европе. Поэтому вот решил взять. Не удержался. Взял курицу гриль. И к ней две бутылочки безалкогольного пива. Яйца почти закончились. Поэтому решил взять. Здесь 12 штук в упаковке. Чуть-чуть хлебушка. Лимончики. И к чаю. Сколько здесь? Килограмм. А, 700 граммовая такая вот пачка печенья. Чуть больше 20 евро отдал. Ну, здесь 5 евро только одних семечек. По еврику за штуку. Поэтому. Поэтому как-то так вот все вышло. Выбрался все-таки к речке. Но она значительно, конечно, ниже, чем в том году была. То есть, в принципе, в том году вот этот, когда мы здесь рыбачили, вот этого вот пляжика не было. Вода была практически до камней. А сейчас она вот настолько ниже. Вот здесь такая каменная гряда. Хочу по ней пройтись до края. Как-то в том году здесь загорал. Блин, ну она же все равно холодная будет. Просто ужасно холодная она будет. Вот там пороги. Ну, в таком красивом месте давайте и закончим эту неделю. Спасибо всем за просмотр. За просмотр. Всем удачи. И увидимся, когда увидимся. Пока-пока. Берегите себя, ребят. Блин, еще бы с этих камней выбраться, не убившись в этих кроксах. Вообще было бы замечательно. Субтитры сделал DimaTorzok